Дорогие коллеги, мы рады вас приветствовать на пленарной секции выставки про реставрацию приспособления объектов культурного наследия как вектор развития. Мы рады всех видеть, и я думаю, что для того, чтобы уложиться в наши жесткие временные рамки, нам нужно уже начинать, и начинать мы будем, безусловно, с приветственной части. Для приветствия я бы хотела передать слово Юлии Алексеевне Логиновой, заместителю руководителя департамента культурного наследия города Москвы, и, как я понимаю, куратору этого прекрасного выставочного проекта. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Хочу еще раз всех поприветствовать. Ровно час назад мы открывали соревнования молодых реставраторов, и я всех призываю после того, как закончится наша пленарная сессия, мы будем в бурных дискуссиях, в общении, не забыть про наших ребят из 11 регионов, которые на первом этаже трудятся, будут соревноваться в течение двух дней по шести компетенциям, обязательно посетить их участки соревнований, поболеть за них, и, конечно же, пожелать им удачи. Хочу поприветствовать наших международных экспертов. Коллеги, спасибо вам большое. У нас в этом году очень представительный состав международных участников, экспертов, которые приехали к нам и на выставку, и на Международный совет экспертов. Всего 17 стран, которые принимают участие в наших двух совместных мероприятиях по приглашению правительства Москвы. Коллеги, я бы хотела вас, во-первых, еще раз поблагодарить за приезд, и, конечно же, вам поаплодировать. Мы намеренно предложили в первый день главную пленарную сессию сделать именно из докладов и услышать доклады международных экспертов, которые к нам приехали, чтобы они поделились опытом приспособления и реставрации объектов культурного наследия в своих странах, поделились вариантами, может быть, законодательных инсцентив, вопросом развития туризма. И именно эти тематики мы предлагаем сегодня обсудить в нашей главной части. Стороны правительства Москвы и Департамента культурного наследия, в частности, хотел бы еще несколько слов сказать о реставрации в Москве. Москва за последние годы действительно не только набрала обороты с точки зрения комплексной реставрации, качества реставрации и объемов выполнения работ, Москва действительно занимает лидирующие позиции сейчас в мировом сегменте по теме реставрации. У нас есть большие крупные проекты. Вчера наши эксперты, к примеру, посещали проект ГЭС-2, который был недавно, несколько лет назад реализован. Еще будет посещение объекта культурного наследия, многопрофильного, большой территории, выставки достижения народного хозяйства ВДНХ, посетили депо, три вокзала. Все это примеры последних реставрационных работ, где реализуются не только программы комплексной реставрации, а реализуются новые варианты развития этих объектов, переосмысления, как можно работать с памятником. И здесь мне бы хотелось завершить свое выступление и рассказать немного про то пространство, в котором мы находимся. Это объект культурного наследия, объект промышленной архитектуры, исторический объект, в котором никогда еще не производились реставрационные работы. Он дошел до нашего, до 2023 года в том виде, в котором имеется. Последние 10 лет объект не использовался вообще. В нынешний момент этот объект был реализован на торгах и находится в собственности, в частной собственности. Именно в нынешний момент мы задумываемся с инвестором, а подо что можно приспособить это пространство. Я очень надеюсь, что, может быть, наши дискуссии, многочисленные дискуссии в течение четырех дней придадут какой-то новый смысл этому пространству. Может быть, найдем новые поиски, новые варианты его приспособления. И здесь мы тоже, хотелось бы услышать как мнение наших отечественных экспертов, так, конечно, и зарубежных коллег. Я еще раз всех приветствую. Хочу пожелать плодотворной работы, интересных встреч, обмена технологиями и опытом. И, конечно, в следующем году мне бы очень хотелось, чтобы наш международный состав, помимо такой экспертной составляющей в виде лекций, экскурсий, вы дополнили в виде экспозиции на наши выставки и показали свои технологии и материалы. Очень будем вас ждать и надеяться на взаимное сотрудничество. Спасибо. Спасибо большое, Юлия Алексеевна. Я бы хотела несколько слов сказать о нашем регламенте работы. Сегодня в качестве модератора в секции выступаем мы. Я, Филатова Надежда Владимировна, заместитель директора Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. И моя коллега Рядова Мария Александровна, которая является главным архитектором прекрасного музея-заповедника «Царское село». Моя коллега по ИКОМОСу, по Международному совету по охране памятников достопримечательных мест. Я думаю, что дискуссия у нас сегодня будет очень интересная. И поскольку в основном она будет касаться международного опыта, я предлагаю сделать небольшое вступление с точки зрения международной тематики. Предваряя нашу секцию, я бы хотела немножко рассказать о тех новеллах, о тех актуальных тенденциях, которые сейчас развиваются в области всемирного наследия, поскольку мы занимаемся именно всемирным наследием. Но, как мы все знаем, всемирное наследие — это вершина айсберга, это небольшая часть культурного наследия страны, но, тем не менее, многие вещи в первую очередь опробируются именно на объектах всемирного наследия. Пару слов об конвенции об охране всемирного наследия, по которой мы все работаем. Конвенция у нас в 2022 году отметила свой юбилей, 50 лет с момента принятия конвенции. И это самый популярный проект ЮНЕСКО. Цифры говорят сами за себя. 1199 объектов у нас сейчас в списке всемирного наследия. И, как мы видим, Россия входит в десятку стран по количеству объектов всемирного наследия. И некоторые страны, гости из которых у нас присутствуют сегодня в этом зале, тоже входят в десятку стран-лидеров по количеству объектов. А те страны, которые не входят, стремятся увеличить свое представительство. Это такой общий процесс, общее стремление внести больше объектов в список всемирного наследия. У нас есть как позитивные и негативные тенденции в отношении работы со всемирным наследием. И, кроме того, есть общие темы, которые обсуждаются на международном уровне достаточно широко. Это и вопросы цифровизации культурного наследия, вопросы работы с сообществами, междисциплинарные подходы к наследию, различные новые инструменты оценки и планирования, вопросы изменения климата и управления рисками. Все эти темы обсуждаются на международных площадках и, безусловно, и в российской экспертной среде тоже. Безусловно, вопросы устойчивого развития, целей устойчивого развития тоже в фокусе внимания. Как мы видим, одна из подцелей устойчивого развития – это усиление, развитие усилий по защите и охране объектов всемирного культурного и природного наследия. Безусловно, устойчивое развитие тоже один из основных вопросов, важных для и всемирного наследия, и культурного наследия в целом. Кроме того, существуют новые механизмы, новые системы в работе с оценкой состояния сохранности объектов. В частности, на уровне ЮНЕСКО запущена интерактивная информационная система об оценке состояния сохранности объектов, где суммируется и аккумулируется информация об их состоянии сохранности. Достаточно полезно и интересно посмотреть не только тем, кто работает с объектами всемирного наследия, но и тем, кто работает с объектами культурного наследия в целом, потому что там можно подчеркнуть много всего интересного, в частности, что касается факторов воздействия на объекты всемирного наследия. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания вопрос о сохранении исторического городского ландшафта. Мы с вами находимся в прекрасном городе Москва, которое является примером города с частично сохранившейся исторической городской застройкой. И, безусловно, мы все знакомы с рекомендацией ЮНЕСКО об историческом городском ландшафте, который является ключевым международным инструментом в этой сфере. Кроме того, есть программа для исторических городов ЮНЕСКО и программа с замечательным названием «Информационная платформа» под зонтиком всемирного наследия World Heritage Canopy, где собираются лучшие практики работы с исторической городской средой. Кроме того, новшество, буквально на днях вышло новое издание, которое обобщает опыт применения странами рекомендаций об историческом городском ландшафте «Городское наследие для устойчивости». Такое новое издание, можно с ним ознакомиться на сайте Центра всемирного наследия. Оно обобщает общегородские проблемы для многих стран. 69 стран приняли участие в подготовке этого исследования, так что я думаю, что тоже будет очень интересно ознакомиться, почитать. Кроме того, у нас есть новое руководство 2022 года по проведению оценок воздействия на наследие, которое тоже является очень интересным международным инструментом, особенно актуальным для больших городов и для тех городов, где есть объекты всемирного наследия. И еще один новый инструмент, который был буквально на днях тоже опубликован ЮНЕСКО, это инструментарий для улучшения работы с объектами культурного наследия, который предлагает различные проформы и инструменты для оценки эффективности управления объектами. Там порядка 12 специальных проформ, которые необходимо заполнить. В общем-то, достаточно интересное издание, которое позволяет оценить со всех сторон ваш объект всемирного наследия и в дальнейшем, благодаря этой оценке, улучшить свою работу с объектом. Кроме того, безусловно, в фокусе внимания и проблемы изменения климата. Проблемы изменения климата широко обсуждаются как на уровне ЮНЕСКО, так и на уровне отдельных экспертных сообществ. Мы видим, что проблемы, в общем-то, для всех одинаковые. Связаны с глобальным потеплением, с разрушением конструкции, с разрушением традиционных систем. И ответ на все эти проблемы, в общем-то, это налаживание международного сотрудничества, международный диалог по вопросам борьбы с изменением климата, принятие различных стратегий по минимизации воздействия изменений климата на объекты и знакомство с международным опытом в том числе. Я думаю, что сегодня у нас будет такой шанс. Спасибо вам большое за внимание. Вводная часть у нас закончена. Много хочется рассказать, но, к сожалению, по времени мы ограничены. И сейчас я бы хотела предоставить, во-первых, слово для небольшого комментария Марии. Да, Мария, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Рада всех приветствовать. Я представляю музей-заповедник «Царское село», который является компонентом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, одного из самых больших. Это Санкт-Петербург и исторически связанная с ними группа памятников. Если мы говорим о градостроительной среде и развитии приспособлений, то, конечно, такой объект, как целый город, очень сложен в понимании. Поэтому мы занимаемся своей маленькой частью, тремя дворцово-парковыми ансамблями, которые являлись бывшими императорскими резиденциями. Представляют собой расцвет архитектуры с XVIII по начало XX века. Формирование ансамбля проходило, и наша с вами тема – это приспособление объектов культурного и всемирного наследия. И вот, казалось бы, одной из идеальных функций для приспособления все считают либо историческую, то, каким этот памятник был изначально, либо музейную. И вот, возможно, в рамках нашей дискуссии мы сможем определить, так ли это, или, может быть, для памятников вообще нет никакой подходящей функции, но все равно что-то нам нужно делать. Потому что, например, в рамках нашего законодательства, и мы очень много работаем над этим последние годы в музее, целые огромные объекты, бывшие военными учреждениями, до этого бывшими дворцами, мы приспосабливаем под большие музейные пространства, и это вызывает, конечно, массу сложностей, в том числе таких, может быть, узкопрофессиональных, как инженерные системы, и вопросы конструктивного характера, и вопросы пожарной безопасности. Но, тем не менее, вот такая ситуация присутствует, поэтому нам очень интересен опыт коллег, может быть, где-то и кто-то нам расскажет варианты, каким образом можно выйти из этой ситуации, или каким образом законодательство позволяет легче относиться к приспособлению именно таких объектов, которые являются памятниками. Ну, вот эти все вопросы, я думаю, мы в рамках нашей сессии сегодня с вами сможем обсудить, и, конечно, те тренды, о которых рассказала Надежда по влиянию климатики, по состоянию среды, по включению социокультурного сообщества, потому что даже если мы говорим о музеях, это уже не просто пространство, это некое третье место, то есть это не только образовательная, воспитательная функция хранения памяти, но это то место, причем, что интересно, в последнее время возникает такой аспект безопасности, музеи считаются наиболее безопасными пространствами, потому что они существовали до нас, они будут существовать после нас, и вот эти вопросы адаптации таких сложных, мультифункциональных, больших объектов, конечно, должны обсуждаться, мне кажется, единого рецепта мы с вами не выработаем, но какие-то вопросы вполне можем с вами решить. Большое спасибо. Большое спасибо. А теперь я бы хотела предоставить слово нашему первому международному участнику, гостю из Китая, господину Янь Хаймину, заместителю руководителя Центра Всемирного Наследия Китайской Академии Культурного Наследия и руководителю секретариата ИКОМОС Китая. Пожалуйста. Спасибо большое за то, что пригласили меня в Россию, как и первый выступающий. Я тоже хочу сказать о программе ЮНЕСКО Всемирного Наследия, которая работает в Китае. Как только что Наталья сказала, существует знаменитая программа ЮНЕСКО, посвященная Всемирному Наследию. И в Китае 57 объектов Всемирного Наследия. Это вторая по значимости страна после Италии в этом списке. И я узнал, что в России 34 объектов Всемирного Наследия. Я надеюсь, что их количество будет увеличиваться в будущем. А сейчас я хочу представить вашему вниманию 57 объектов Всемирного Наследия в Китае. У нас 14 природных объектов и 39 объектов культурного наследия. 4 комбинированных. Я расскажу вам о культурных объектах Китая вначале. Вы знаете, что конвенция об охране Всемирного Наследия ЮНЕСКО была опубликована в 1972 году. Китай в тот момент не активно участвовал в этом процессе до 1985 года. Перед вами основные года. Это и три знаменитых ученых, которые выступили с предложением, чтобы Китай тоже присоединился к конвенции ЮНЕСКО по сохранению Всемирного Наследия. И спустя несколько лет Китай через два года смог включить в список 6 объектов Всемирного Наследия. И один из них вы видите на слайде. Все эти 6 объектов знаменитые, известные по всему миру. Это знаменитые китайские достопримечательности, императорский дворец династии Минкенг Кинг, включая запретный город. И также Пекин, то есть стоянка, древняя стоянка человека Закодиана, это тоже один из объектов Всемирного Наследия, знаменитых объектов Китая. Мавзолей первого императора Кин. Это знаменитый мавзолей, в котором находится терракотовая армия. И также пещеры Магао находятся в провинции Цзинцао. И это такой хаб между Китаем и Центральной Азией. Мы работаем в качестве такого перекрестка, переходного пространства между китайской и восточной культурой. Там смешение стилей, смешение подходов. И там большое количество представителей различных этнических групп, представителей культур собираются. И в результате возникают такие знаменитые гроты. Гора Тайшан, провинция Шангдун. Это самая важная, тайная, священная гора Китая. Это также то место, где происходит смешение культур и представителей различных этносов. И Великая Китайская стена, конечно же. И вы видите, что это те первые объекты всемирного наследия, которые были первыми включены в список ЮНЕСКО. В самом начале наши представители решили внести самые знаменитые объекты в этот список. И в то же самое время, в числе первых объектов Китай продолжил развитие этой работы в рамках Всемирной конвенции по сохранению всемирного наследия. И в 1991 году Китай стал членом Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО. И также мы подписали целый ряд международных документов и стандартов по сохранению объектов наследия. И мы внесли дополнительные объекты наследия, дополнили этот список. Не только сооружения, но мы внесли еще и гору Ханшан. Это знаменитый ландшафт, в котором объединены культурные и природные характеристики. Там знаменитая природная красота и историческая ценность объединились, слились в одном объекте. И самая знаменитая высокая гора ЮДАНГ. Древний комплекс сооружений на этой горе, которая поросла лесом. То есть знаменитый объект. И также дворец Путала. Это самое высшее достижение традиционной архитектуры Тибета. И знаменитый пример такого смешения культурных стилей Тибета и Китая, которым они объединены воедино. Также храм и кладбище Конфуция и его членов семьи в Куфу. Наверное, многие из вас знают о важности конфуцианства, конфуцианской традиции и философии. Это основа культуры в Китае. И это то самое место, которое является колыбелью идей и концепций, которые легли в основу философии Конфуция. Также курорт и храм в Чендле. Это была первая фаза, первый этап участия Китая в программе культурного наследия ЮНЕСКО. После 1995 года наступает период активного быстрого роста, увеличения количества объектов всемирного наследия в Китае. Мы внесли большое количество новых объектов в этот список. И различные виды стали более разнообразными. Мы, в частности, природные национальные парки. Лёшан национальный парк был внесен в частности. Это шедевр парково-садового искусства в Китае. И достижение мультиэтнической культуры и интеграции разных культур, проявленные в дворцово-парковом формате. Также один еще дополнительный комплексный объект – гора Эмиэсиник. Это совершенное сочетание прекрасного природного ландшафта и потрясающей буддийской культуры. Также древний город. Мы перестали вносить какие-то отдельные объекты. Мы стали вносить целые комплексы, ансамбли. В частности, в Пиньяо есть древний город. Это потрясающее сооружение представителей Кинг. Это полное представление экономического, культурного, социального развития жизни и пример китайского городского планирования. И также классические сады в Сужу, которые представляют обычную ежедневную жизнь философа, которую вели прославленные китайские ученые и философы. Как они жили в сельской местности, какой быт их окружал. И еще один знаменитый исторический город, который находится в юго-западной части Китая, это старый город Ли Чжанг. И летний дворец, императорский летний дворец. Храм Неба. И скальные скульптуры Дазо. Гора Муи. Исторические деревни, поселения тоже были сочтены достойными внесения в список ЮНЕСКО. Это древние поселения в южной провинции Санхуй. В эти десятилетия мы не просто представляли жизнь высших слоев китайского общества, мы также представляли жизнь обычных людей, рядовых членов общества. и императорские могилы, грота Лонгмен, высокого человека. И также знаменитый гидравлический проект, гидравлические сооружения, ирригационная система в Ду Чжангуане. И также грота Юнганг, столица и могилы древнего королевства Кунгуроу. Исторический центр Макао. Также знаменитый исторический древний город. Это была вторая часть, второй этап участия Китая в проекте всемирного наследия ЮНЕСКО. Вы видите, что Китай не просто участвует в назначении и определении объектов, которые должны быть внесены в список. Мы все более активно участвуем в работе самой конвенции. И в 2004 году в Китае прошло 28-я сессия заседания ЮНЕСКО по всемирному наследию. И в 2005 году также прошло заседание ИКОМОЗ в Китае. Третий этап участия Китая в проекте всемирного наследия предназначен для того, чтобы поддержать равновесие между нашим желанием увеличить количество объектов и социальным развитием. Нам необходимо было учитывать ограничения ЮНЕСКО. Ограничение состоит в том, что один член конвенции может носить не более одного объекта в год. И мы стали более тщательно подходить к объектам, выбирая наиболее репрезентативные для китайской культуры. В частности, первая столица Древнего Китайского царства, которая является свидетельством китайского величия. Поселение Кайпин-Дуалуо, они представляют собой смешение культур китайской и западной архитектурной традиции. Многие направления западной архитектурной мысли и концепции были адаптированы в Китае. Также мы видим объект Фу Циан, гора Вутай, исторические монументы Дэн Фенг и западное озеро, культурный парк Вест Лэйк в Ванчжоу. Это знаменитый природный заповедник, который часто упоминается в китайских литературных произведениях. И сейчас мы находимся на четвертом этапе участия в процессе всемирного наследия ЮНЕСКО. У нас появляются новые виды объектов в нашем списке. Например, Великий Канал китайский. Это живая традиция, живое наследие, которое продолжает использоваться в народном хозяйстве. Это расширяет наш подход к видам объектов. Мы включаем все новые и новые виды и типы объектов в этот список. Также перекресток Чанг-Туан в 2004 году Казахстан, Киргизия и Китай объединили свои усилия и писали Шаньхань, Таньшанский коридор, и внесли совместно этот объект. Это был объект, который был внесен тремя сторонами. И также археологические раскопки Лянчжоу в городе Лянчжоу. Это самая ранняя столица китайской культуры. И также Чанчжоу. Это представление морского шелкового пути. И самые последние объекты – это старые чайные леса на горе Жингмал. Это происхождение чайной культуры в Китае и по всему миру. Это были объекты культурного наследия в Китае. И вы сами можете определить и увидеть, что Китай расширяет подход и количество объектов. И мы не только назначаем какие-то монументы и конкретные объекты. Мы полностью соблюдаем международные стандарты, но предлагаем новые концепции и новые методы. И мы надеемся, что мы сможем предлагать все более неожиданные, новые и перспективные объекты. В Китае у нас есть собственный процесс, который определяет назначение объектов. Мы на локальном уровне сначала определяем те объекты, которые, в принципе, могут стать номинантами. Я сейчас вам представлю информацию по предполагаемым новым объектам-кандидатам. Центральная ось Пекина – это идеальный пример городского планирования китайского города. Это основано на философии нейтральности. Морской шелковый путь. Мы хотели скопировать пример наземного пути и хотели номинировать также морской шелковый путь. И также нужно обратить внимание на великий чайный путь из Китая в Монголию, в Россию. И это знаменитый древний путь, который соединял те места, где выращивается чай, и с теми местами, где происходит потребление чая. И я надеюсь, что Россия присоединится к нам в этой номинации. И также водный город в регионе Чжанг-Нан, Китая. Археологические раскопки древних цивилизаций – это знаменитые объекты, которые находятся в юго-западной части Китая. И места производства древнего фарфора. И завершающий слайд. Мы хотим расширить объем международного сотрудничества с нашими российскими и другими международными коллегами. Для того, чтобы увеличить наш потенциал, чтобы мы могли более эффективно вносить объекты в список ЮНЕСКО. С моей стороны, наверное, это все. Большое спасибо за ваше внимание. Большое спасибо, доктор Янь, за ваше очень подробное выступление и ретроспективу объектов всемирного наследия в Китае. Действительно, нам есть чему поучиться у наших китайских коллег. Что касается отношения к объектам всемирного наследия, выборки объектов и глубине исследований, проводимых для новых номинаций. И уникальным, действительно выдающимся системам работы с объектами, которые уже внесены в список всемирного наследия. Ну что, плавно из Китая мы переходим в другой географический регион. Да, и мы приглашаем к нам на сцену господина Эркана Камбека, представителя Турции, профессора кафедры изобразительных искусств Тамбульского университета, доктора философии, реставратора, архитектора. Приветствуем вас. Приветствуем вас. Я хочу поблагодарить госпожу председателя и организаторов этого мероприятия и правительства Москвы, которые пригласили нас для того, чтобы мы смогли посетить эту прекрасную выставку и встретиться с международными экспертами. И также хочу поблагодарить моего китайского коллегу. Он представил нам полномасштабный проект всемирного наследия и рассказал нам о таком микроокружении. Я хочу рассказать об особенном объекте в Стамбуле. Это такое водохранилище, которое было построено в период византийского императора Феодосиуса. И это оглавление моей презентации. И здесь основные заголовки. Сначала я расскажу вам информацию о здании, затем расскажу, каким образом проводятся там экскурсии. Когда касается девелопмента и создания объектов для туристов, необходимо делать изменения, вносить изменения в конструкцию. Но мы должны управлять ими, мы должны составлять соответствующие планы. И с помощью моей презентации я покажу вам тот подход, которого придерживались мы. Мы поменяли не так, мы внесли не поверхности в этом здании. Мы сделали только то, что было необходимо. Наши изменения были минимальными. Я, наверное, говорю быстро, потому что у нас времени мало сегодня. И буду говорить о наших усилиях по сохранению этого прекрасного стамбульского здания. Оно находится в центральном районе Эмин-Дулу. Там раньше было два здания. Одно было объектом культурного наследия, а второе было пристройкой, более поздней пристройкой, которая не обладала исторической ценностью. И мы приняли решение эту пристройку разрушить. И для того, чтобы открыть это водохранилище для туристов. И находится на перекрестке древних дорог. В римские, византийские времена эти дороги, времена Таманской империи, дороги имели важное торговое значение. И сейчас находится на перекрестке двух основных улей. И вы видите, желтым выделена площадь, на которой находится историческое здание. Оно было построено из армированного бетона над этим водохранилищем. И мы хотели освободить это дополнительное здание от хранилища воды. Она была построена 1500 лет назад, в период Феодосиуса. И считается, что это восточно-римская постройка. Это был Максим Пулкирия. И мы можем отнести, атрибутировать это ко времени Феодосия II. Конкретного названия у этого здания нет. Оно было названо по названию улицы. И мы называем шерифье. Это водохранилище. И мы нашли штампы на кирпичах. И действительно подтвердили, что наши докатки были верны по времени. Это было время... Во время Атаманской империи. Там мы осуществляли ткацкое ремесло. Пряли пряжу. Делали ковры, которые были использованы в традиционных атаманских домохозяйствах. Касается архитектуры. Это такое прямоугольное здание. 40 на 23. Размер этого прямоугольника. Примерно 1000 квадратных метров. Один вход в это здание. С улицы Теолотис. Есть 32 колонны и 45 волтов. Ниш. И находятся на земле. И там только один вход. Одна дверь. И дверь была подвергнута ремонту во времена Атаманской империи. Наш водохранилище осталось... Оно дошло до нас без изменений. Никогда никто не пытался его восстановить. Это было огромным преимуществом для нас. Потому что оно сохранилось в первозданном виде. И безусловно, после того, как мы закончили работу с документацией, начались реставрационные работы. И... Был в этом объекте уникальный параметр. То есть... Я считаю, что это была часть дворца. Вот эти колонны были специально произведены для этого водохранилища. И примерно 8,3 метра высотой каждая колонна. И мы начали с инженерных сетей, подвели электричество, прочие инженерные сети. Построили временное здание для строителей. Построили кафетерий, кухню. И были приняты меры предосторожности. Создали временное покрытие, навес для того, чтобы использовать его во время строительства. Уникальные колонны во время реновации были закрыты фанерой. И вставляли туда прокладку между камнем и фанерой. Для того, чтобы не повредить первоначальный материал. То есть мы начали работу с потолка сверху вниз до пола. И когда мы начали работать со стенами, мы увидели там, что там есть много ниш, в которые были заложены ценности или клады. Видите это на фото. И мы хотели восстановить кирпичную кладку в его первозданном виде. И мы вставляли туда кирпичи. Вы видите, там были отверстия, какие-то пещеры. И мы даже не могли понять, для чего эти пещеры выкапывались рядом со зданием. И здесь вы видите поэтажный план. Видите очень много пробелов пещер, обозначенных на этом плане. И лестница, она практически сгнила. Она не могла функционировать нормально. И мы запланировали восстановление лестницы. И вы видите, что мы заполняли полости с помощью кирпича и раствора. Подобным первоначальным, оригинальным. Все делалось вручную. И вы видите на фотографии, мы специально оставили, что эти вставки видны и заметны. Вы видите специально. Мы вставляли уплотняющие, укрепляющие элементы из нержавеющей стали, для того, чтобы соединить старую и новую кладку. Штукатурка, конечно, потеряла свой первозданный вид и целостность. Для того, чтобы не переделывать все 100%, мы решили сохранить оставшиеся слои штукатурки. И мы провели контуринг, очертили границы существующей первоначальной штукатурки, чтобы не заменять все и не утрачивать существующую штукатурку. И мы делали инъекции, специальные растворы между стенкой и штукатуркой, где штукатурка отошла, чтобы создать целостный слой. И мы придавливали это сверху для того, чтобы вернуть штукатурку в первоначальное положение. Я уже говорила, что здание на земле стоит без фундамента. Земля очень сильно засолена. Такое содержание солей высоко во всех элементах конструкции и в колоннах. И нам пришлось удалять солевые отложения в здании. И мы использовали просто наждачную бумагу, чистую воду для того, чтобы очистить поверхности от высаливания. По колоннам вначале мы хотели поменять эти колонны. Мы провели прочностной анализ их и поняли, что их прочность недостаточно, не обеспечивает безопасность. Мы посоветовались с экспертами, и они предоставили нам решение для того, чтобы сделать такие металлические стяжки. Мы сначала очистили колонны с помощью кисти и чистой воды, и потом делали инъекции связующих для того, чтобы заполнить трещины. Также мы использовали стальные стяжки для укрепления колонн повышения. А наверху колонн, там, где арки, мы использовали такие укрепляющие элементы для того, чтобы вот такие металлические тяжи, для того, чтобы стянуть здание и увеличить его прочностные характеристики. А это повреждения на стенах. Здесь была какая-то сварка слева. Вот слева это основа культурного наследия. Мы хотели сделать культурные достижения более видимыми. Мы использовали те же самые металлы, которые использовались в далеком прошлом. Для того, чтобы посетителям было более удобно, мы решили сконструировать лифт и создали такую рабочую платформу. Это свободно стоящая конструкция. Она на такой резиновой подушке стоит, и она не касается ни стен, ни колонн, и никаких элементов первоначального здания. Ну, то есть нам нужно было сделать дополнительный вход для посетителей, обеспечить место для кафетерия, для продажи сувениров и книг. И мы создали дополнительную конструкцию из стали и стекла, и оно окружает здание, и его можно разобрать при необходимости. Были и сюрпризы, когда мы начали вести земельные работы. Мы не знали, что рядом находилось здание очень низкого качества, и основание, и первый этаж практически были разрушены, и нам пришлось дополнительно вносить это дополнение в проект. И совет по культурным ценностям одобрил наш проект. Вот это изменение было учтено. То есть нужно было демонстрировать гибкость. И мы говорим о том, что планирование очень важно, но вы должны быть готовы к сюрпризам, если вы начинаете земельные работы. И я, честно говоря, разозлился, потому что мы не учли этих моментов, и мы потеряли 67 дней. Да, на работу у нас ушло 67 дней у архитекторов, а чиновники 7 месяцев принимали решения, и в результате была задержка в реализации проекта. То есть мы говорим о том, что решения нужно принимать гораздо быстрее, и поэтому менеджмент проектов – это очень важная часть. И я защитил диссертацию по управлению, по менеджменту, восстановлению зданий культурного значения. На этом я хотела бы закончить свою презентацию. И сейчас вы видите, как выглядит результат нашей работы на этом. Верите или нет? То есть это более знаменитое, даже теперь, чем Ая-София. И вы можете приехать в Стамбул, войти в это прекрасное здание. И я по окончании работы понял, что то время, которое мы потратили на реновацию этого здания по сравнению с его возрастом – это миг. Оно простояло 1500 лет. И нам нужно тщательно подходить к планированию. И лучше управлять проектами, потому что мы имеем дело с зданиями, которые вошли в вечность. Спасибо. Господин Аркан, огромное спасибо за вашу работу для вечности. Я хочу отметить, какой прекрасный метод сигнации был здесь приименен для выявления исторического, подлинного и тех элементов, которые включаются в здание. Это прекрасный пример приспособления объекта, имеющего столь большую историю и столь древнюю вообще историю создания. Спасибо вам большое за ваш практический опыт. Вот те проблемы, которые вы обозначили, работа архитекторов и работа государственных структур по согласованию – это проблемы не только Турции. У нас есть похожие, но мы, я думаю, стараемся с этим справиться, в том числе с помощью электронного документа оборота. Спасибо вам огромное. И мы продолжаем наше путешествие по миру. Большое спасибо. И сейчас мы переносимся в солнечный, прекрасный Узбекистан. И я хочу предоставить слово нашей коллеге из Узбекистана Татьяне Станиславовне Трудолюбовой, специалисту отдела культуры, представительству ЮНЕСКО в Республике Узбекистан. Я на русском, да, тогда? Да, давайте. Ничего, ничего, все нормально. Я хотела бы предоставить два примера, которые мы делаем реставрационных работ. Мы их называем реабилитацией, потому что они сочетают в себе и реставрацию, и консервацию. Один объект – это мечеть Богбон-Ли, она находится в Хиве. Хива – это один из объектов всемирного наследия Узбекистана. Ичан-Кала – это крепость, довольно молодая для нашего Узбекистана, около 200 лет. И внутри крепости замечательные примеры сохранившейся архитектуры. Вот мы решили выбрать одну маленькую мечеть. Она очень маленькая. Здесь увидите… Так, это правая, это левая сторона. На левой стороне, как выглядела мечеть, небольшая, 13 на 30 метров, входная часть, две маленькие комнаты, внутренний двор небольшой, две колонны, и сама мечеть. Мечеть была интересна. Во-первых, вы можете видеть уровень этой мечети, он гораздо ниже, чем существующий. Она была построена в 1803 году. И что еще интересно, деревянные конструкции, практически нетронутые, и вот колонны 14 века, также очень красивые дверные элементы. Мы решили выбрать эту мечеть, потому что она в основном не тронута была. Когда мы приступили, проблема была в трещинах, внутри, снаружи. Мы проверили фундамент, фундамент был в хорошем состоянии. А потом мы на крышу залезли, и оказалось, что в крыше была дырка, и на протяжении нескольких лет вода протекала, из-за этого была немножечко просадка. И еще в ходе... У нас немножечко была проблема с документацией. Мы не могли определить, когда была реставрация, предыдущее вмешательство. То есть очень было тяжело. Поэтому уже в ходе мы начали чистить купол от металлического... от бетона. И очень интересно нашли, что оказывается там купол, он состоял не из одного слоя, а там было три слоя. То есть предыдущие реставраторы, они не убирали старый слой, они накладывали. Из-за этого была тяжесть на конструкцию, и тоже были трещины за счет вот этого утяжеления. И если смотрите после, вот это был оригинальный купол. То есть до начала была совсем другая форма. Деревянный айван. Если видите, что немного вмешательства было. Единственное, мы заменили деревянные панели, то есть закрыли дыры, потому что птицы гнездились, и они разрушали изнутри конструкцию. Мы не делали реставрацию айвана, это вот верхняя часть, потому что у нас не было таких хороших мастеров, мы решили пока оставить. То есть мы почистили, закрепили, что есть, и вот еще нам будущее оставим. Если видите, тоже вот трещины. Мы сразу поставили мониторы, в течение полтора года как раз попали на карантин, следили, не было движения, то есть мы дальше продолжили. Ну, несколько фотографий, как было, как стало, и вот один мой знакомый сказал, что ты, говорит, фотку, только поменяла голубое небо и оставила серое. В принципе, это была идея нашего проекта, то есть мы не делали много вмешательства, мы старались оставить, как было, то есть поменять что-то. Проблема еще у нас, если видите, после реставрации небольшие желтые пятна. Для нашего региона типична засоленность, у нас соленая вода, соленая почва, и, кроме того, в течение предыдущих реставраций использовали цемент, а цемент, если вы знаете, он притягивает к себе соль, и, в общем, даже после очистки швов цемент все равно, вот соль эта осталась, поэтому проблема с засоленностью у нас все еще существует. Еще, что интересно, мы сделали специальный вход для людей с инвалидностью, чтобы они спокойно могли пройти внутрь и тоже быть частью нашего наследия. Следующее, это Медресе, Бухара, Бухара это тоже исторический центр Бухары, это часть всемирного наследия. Медресе Рашид, тоже небольшое, с внутренним двором, типичное здание, ничего особенного там нету, никакой майолики, первая группа это двухэтажная, все остальные кельи, они одноэтажные. Внутри мы нашли детали росписи, но говорят, роспись 80-х годов, то есть это не изначально, сама мечеть, она начало 20-го, конец 20-го века. Еще что интересно, это мечеть во время Советского Союза, она использовалась как общежитие, и внутри, между стенами делали вот печки, мы их называем буржуйки, и потом убирали эти печки, и в результате проемы, то есть были дыры, и было обрушение одной стены, также, также проблема с куполами, вообще у нас документация, это тоже проблема, были реставрационные работы, но, к сожалению, нигде это не записывалось, поэтому мы не знали, вот этот, тоже делали реставрацию, но получилось кирпичную кладку, не был сам кирпич, а облицовочный кирпич, и получается всего лишь там два сантиметра купол, поэтому он не держал, и, конечно, весь в трещинах был, это вот тоже наши мастера, мы заменяли фундамент, мне торопиться или нормально, фундамент немножечко укрепляли прямо на месте, то есть послойно, делали часть за частью, метр за метром вот эти работы, и сделали вот деревянные, как под по традиционной структуре, мы делали деревянные балки, потому что это тоже сейсмошов, у нас высокая активность сейсмическая, и вот потихоньку делали замену стены, это была аварийная стена, рядом с нами был сосед, который построил ванну, ну, уже, не знаю, 20 лет, и он нам заливал нашу стену, и в результате тоже была осадка, и до сих пор немножечко проблемы с влажностью у нас есть, ну, вот видите, как до, как было, и как мы сделали уже после, мы открыли существующие окна, вот это тоже, это культурный слой, накопившийся, наши подрядчики были рады, они столько мусора вывезли, очень хорошо заработали на нас, там буквально 60 сантиметров вниз мы ушли, поэтому вывоз вот этого мусора тоже занял у нас хорошее время, так, и вот смотр, если внутренний дворик, видно, что мы на 60 сантиметров вниз понизили, это одна из стен, также сделали укрепление, потому что уже раствор он не работал, поэтому мы заменили, но если видите, у нас все равно проблема с влажностью, тоже примеры, также стены, и крышу мы тоже поменяли, крыша во многих местах протекала, убрали слой, и кроме того, между проемом, внутри стен, то есть полностью кирпичные они не были, строители закладывали строительный мусор между стенами, и в результате, если была дырка, допустим, в крыше, вода протекала, весь этот строительный мусор, он намокал, тяжелел, и он давил на несущие способности, то есть мы почистили, убрали и сделали обожженным кирпичом кладку. Так, ну вот тоже некоторые работы, у нас было провисание стены, мы сделали укрепление, потому что были вертикальные трещины, то есть вся наша работа, мы стабилизировали структуру, ну я думаю все, добро пожаловать в наш солнечный Узбекистан. Спасибо вам огромное, видно, какой колоссальный объем работ проведен, и большое спасибо за деликатность, с которой вы подошли к реставрации памятников, мне кажется, это очень важно, делать все не только качественно, профессионально, но и максимально деликатно и с уважением к тому, что было создано нашими предками. Спасибо. А еще я хочу отметить вот этот момент, когда нужно остановиться, то есть если ты не знаешь как делать, или не хватает ресурса, или не хватает возможности действительно метод консервации, а не делать, вот не придумывать что-то, или не заменять историческое, подлинное, да, как Айване, вы сохранили вот эту подшивку, всю деревянную, резную, сделав только локальные участки консервации, это очень важно, потому что все всегда считают, что объект после реставрации должен сиять и должен блестеть, он ничего не должен, он должен сохранить максимальную свою аутентичность. А мы приглашаем к нам господина Абдуллаха Аль-Тахайса, советника Национальной комиссии по образованию, культуре и науке, Министерства культуры, Королевства Саудовская Аравия, и помимо этого председателя 45-го комитета всемирного наследия. Я хочу поблагодарить правительство Москвы за организацию этого форума. Спасибо большое, и моя презентация немного будет отличаться от предыдущих презентаций, я буду говорить о консервации, потому что потому что у меня бэкграунд связан с консервацией, и у меня немножко отличается моя история, я был консультантом Национальной комиссии по культуре, я также работал с практиками, с теми, кто занимается реставрацией и национальной культурой, и, конечно, специалистами академического мира, поэтому это дает мне немножко другое понимание с точки зрения того, как работать с наследием, как работать и управлять консервацией и вообще работать с культурой наследием, о чем я хочу поговорить, это то, как мы от традиционных подходов переходим к новым подходам, которые, в общем-то, ориентируются на новые взгляды. Итак, вот это большая часть участников, которые, конечно же, из области архитектуры и консервации-реставрации, я не буду тратить много времени по объяснению того, как консервация и как это начинается, как это движение зарождалось в 1758 году, когда первый законодательный документ, когда швейцарские юристы опубликовали и говоря про мандат сохранения конструкции зданий и важность сохранения определенных элементов, которые расположены для в том числе зданий военного назначения и потом мы говорим о так называемом законе Либера, который был опубликован в 1863 году, который фокусируется на сохранении объектов, которые также важны для армии, для защиты, для обороноспособности, и то, как мы это видим в старых городах, как это выглядит. Центры старых городов, конечно, выглядят больше как крепости, они, конечно, были предназначены для защиты, поэтому люди тогда фокусировались на таких вот аспектах. Мы затем стали проводить международные конвенции и конференции, и, конечно, создавались определенные протоколы. Вторая мировая война была основным шагом или точкой изменения того, как мы должны консервировать наше наследие. Мы должны были фокусироваться не только на каких-то оборонных объектах, но и на различных типологиях, на разных типах защиты объектов, не только военного назначения. И ЮНЕСКО была основана, создана, собственно, с этого начинается некая институционализация, и общие международные усилия тогда начали как раз-таки развиваться с точки зрения сохранения исторических символов или значимых памятников, в том числе в Египте. Это был первый важный момент нашей общей истории, когда были объединены усилия, которые привели к тому, что появлялись различные программы, конвенции и комитеты, которые должны были консервировать наше национальное и общее историческое наследие, говоря, с точки зрения разных типологий и национальная культура, конечно, конвенция 1972 года, и у нас также еще есть международная конвенция, вы видите список конвенций, и вы видите многообразие того, на что они, собственно, обращают внимание, есть различные типологии наследия, мы начали определять наши объемы и распределять из того, переносные они могут быть, они мобильные, переносные, они непереносные, нельзя вмешиваться, можно вмешиваться, то есть, есть различные типологии, но важно понимать, как определить ценность, является это наследием или нет, и важный ответ, да или нет, поэтому вот почему, если мы говорим, что это старое, или это наследие, его надо сохранять, а если оно не такое старое, что его не сохранять, то есть, есть определенные критерии ценности, базируются ли они на возрасте, базируются ли они на важности, с точки зрения социальных каких-то аспектов, базируются ли это на образовательных аспектах, Или на экономических каких-то целесообразностях. То есть это все надо учитывать, и люди начинают относить наше наследие не только с какой-то историчностью или только с обороноспособностью, с какими-то, может быть, историческими военными ценностями, и не только потому, что это здание старое. Нет. Вот, собственно, есть природное наследие, и мы начали постепенно интегрировать природные, культурные ландшафты, определенные площадки, какие есть условия, что такое национальное наследие, национальное наследие, кто определяет ценности, исходя из научности, красоты и так далее. Но мы не можем измерить красоту, потому что красота — это очень отдельная история, она отдельная, это очень субъективно, и поэтому правильного ответа нет определенных мер или характеристик красоты. Это не фиксированная шкала, которую вы можете поднести и сказать, вот этот парк, он красивый, там, на один или там на девять из десяти, а вот этот нет. Но что мы хотим также сказать, это вопрос идентификации, что такое экосистема, которая поступает из национальных аспектов. Да, это парк, вот это, скажем, там какие-то услуги, и вот все это вместе как некий ансамбль, и у нас есть регуляторика, которая очень важна, она обращает внимание на окружающую среду и на людей и так далее. Но это нужно учитывать очень уникальные вещи, в том числе какие-то определенные аспекты, это духовность, как мы, что мы испытываем, когда мы взаимодействуем с природой или с этим объектом. И, конечно, еще один важный аспект, это экономические показатели или ценность. Есть определенная методология для используемых и неиспользуемых материалов и так далее, и так далее. И вот в рамках вот этих разных типологий наследия и движения и интегрирования, соединения различных типологий, у нас сейчас разные есть учебники, декларации, рекомендации, мануалы, и их, конечно, множество. Вы в предыдущих презентациях видели, здесь много буклетов на выставке, которые касаются этого. То есть мы сейчас заняты огромным количеством вещей. У нас очень много всего посвященного к нашему ландшафту. У нас есть что-то, связанное с культурным ландшафтом и культурным центром. У нас есть, конечно, что-то про политику, связанное с климатическими изменениями. То есть мы начали становиться все более и более сложными, более многообразными. И это привело, конечно же, исходя из разных факторов, которые оказывают влияние на наше наследие. Это может быть связано с демографическими изменениями, вооруженными конфликтами. Люди стали оставлять какие-то объекты или каких-то вызовов с точки зрения лобанистики, климатические изменения, и большое количество туризма, глобализации, которые оказывают влияние на наследие. Но, кроме этого, есть, как вы видите, детальные вызовы, есть факторы, которые оказывают влияние на наше наследие. Но что конкретно мы защищаем? Что конкретно мы консервируем? Каковы ценности, которые мы защищаем и сохраняем? Есть очень сложная ситуация, в которой мы находимся при работе с ценностями. Ценности, которые передаются от людей к людям. И кто борется за эти ценности, кто использует эти ценности? Исходя из ценностного подхода, эксперты приходят, собираются, они говорят, да, хорошо. Вот мы решили, это важно, потому что это здание, наверное, классическая эпоха, или вот это здание очень важно, потому что оно принадлежит определенному архитектору, вот этот человек его построил. И эксперты, они работают ведь только над распределением этих ценностей или характеристик, над их назначением. Это, конечно, важно для общественности, но затем мы называем это культурное наследие или вопрос, потому что много площадок. Но особенно вот этот кейс, про который я хочу поговорить, национальный парк Улуру в Австралии, это целый национальный парк. Это локальный, это горы, ландшафт, очень особенно, специфический, есть свои элементы. И мы знаем, что... Мы его знаем, потому что он достаточно известный, и вот эти цвета... Люди стали карабкаться на эти горы, им стало интересно, что это такое. Но чего мы точно не знаем, что есть определенные ценности, которые ассоциируются с этим объектом. Для местных людей, для племен, и племена эти придают очень важное значение. Для них это священное место. И поэтому, когда мы куда-то карабкаемся по этим грамм, мы карабкаемся по мечети или по церкви, или синагогу, и мы можем кого-то оскорбить этим. То есть разные ценности, которые ассоциируются по-разному, с разными культурами этой площадки. То есть здесь очень сложность, и сложность этих ценностей, конечно, происходит из-за того, что есть разные игроки, разные стороны, вовлеченные в процесс. То есть есть условные пользователи, есть те, кто принимает политику, есть практики, есть люди, которые живут рядом или внутри этой площадки культурного наследия. И вот эта сложность, великая сложность, требует великого внимания и очень сложных, но четких механизмов управления. И о чем мы уже ранее говорили, есть рекомендации, декларации, есть все. Есть это все, но нам нужно идентифицировать, что конкретно мы рассматриваем. Если мы говорим про политику клинических и климатических изменений, есть определенные политики этого наследия, и вот эти политики, эти документы связаны с климатическими изменениями. Мы говорим про определенные прогрессивные меры, поэтому нужно быть готовыми к климатическим изменениям. Но когда мы говорим про климатические изменения на применение в целом, мы говорим с разных перспектив, потому что климатические изменения в Саудовской Аравии сейчас не у нас хороши, потому что у нас снег появился, где-то дождь идет, у нас наконец все цветет в пустыне, но извините, а где-то там потоп, и реки выходят из берегов, или слишком высокой температуры, и так далее, и так далее. Поэтому нужно быть очень специфичным, нужно очень пристально смотреть и управлять, и консервировать наше наследие очень мастерски и умело. И это требует целостный, всеобъемлющий подход. И сейчас мы переходим к конкретным примерам в Саудовской Аравии. Дарая – объект, первое государство, и был основан в 1743, и это были определенные технологии, были пять регионов или пять областей, и в 2010 году стал объектом Нинуска, и этот объект был заброшен какое-то время, потому что люди в Саудовской Аравии, они не воспринимали вот эти строительные технологии как уникальные. Нет, это наоборот исцелилось некой бедностью, было неважно, люди оставили, зачем вообще это сохранять, зачем консервировать этот объект. Ну, скажем, в условиях современного мира и улучшения, в том числе, социальных жизней, люди стали задавать вопросы и стали задумываться над тем, что, о, вот это действительно очень важно для нас, и мы видим, что меняется ценность у людей со временем, и это тоже важный аспект. Но, опять-таки, не только с точки зрения местных жителей, но если мы хотим консервировать, нам нужно посмотреть на целостный подход, на большую картинку ситуации, как нам работать с этой площадкой, потому что, знаете ли, мы должны фокусироваться не только на строительных аспектах, но и с точки зрения украшения, и цвет, допустим, крыша, крыша — это дерево, в первую очередь, и, конечно же, вокруг пальмы, и определенные цвета, цвета связаны с природой, и, конечно же, мебель, и это связано с культурой, в том числе и в блюдо, это, то есть, некая цепочка ценностей, которая, в общем-то, очень долгая, то есть, мы заботимся о природе, о животных и материалах, ресурсы, которые, с практической точки зрения, вызывают определенные цвета и украшения. Для туристов это может быть интересно, да, но есть определенные технологии, которые связаны с наисением рисунка, с украшениями, с коврами, с украшением фасада здания. Все эти техники очень важны, и без вот этого культурного наследия этого просто бы не было самого по себе. То есть, здесь должна быть определенная смесь вот этих подходов, и нужно думать о связи между естественным природным наследием, тем, что можно сохранить, и что нужно обосновать. Как вообще двигаться вперед с этим всем? После создания определенных конвенций и политик, и сценностного подхода, о котором я уже ранее сказал, те, кто принимает решения и практики, они должны обладать больше возможными интеграцией с местными жителями, больше с ними взаимодействовать, учитывать их интересы, запросы. И здесь важный вопрос, как учитывать важность их работы. И я оставляю вам последний слайд. Это из ЮКОЛЕТО. Это для меня была большая честь в прошлом году, в ноябре прошлого года, ЮКОЛЕТО. Я хотел показать, как эволюция подхода к консервации происходила. И, к сожалению, мы потеряли этого великого ученого на прошлой неделе. Но в последний момент он говорил о том, что консервация — это не только про материальные аспекты, но это устойчивое развитие. Это то, что нужно всегда иметь в виду и помнить. Спасибо большое. Спасибо вам. Господин Абдуллах, огромное вам спасибо. У нас был первый большой доклад, который рассказывал про трансформацию вообще номинации объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. У вас такой многофакторный анализ, который должен быть учтен в плане управления любого объекта культурного наследия всемирного. К сожалению, так складываются обстоятельства, что на этом первую часть нашего пленарного заседания мы с вами должны закончить. Мы встречаемся здесь же в 14.15. и все докладчики, которые не успели сказать свои доклады в первой части, мы переносим на вторую часть и начнем как раз с них здесь в 14.15 после перерыва. Огромное спасибо всем за внимание. Спасибо.